Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал 146 легиона. На канале вы найдете прохождение, обзоры и море веселого контента по разным играм. Автор канала проводит крутые общительные стримы, в том числе и по фифе. Да и в целом он отличный парень, открытый для публики. Так что заходите на канал, смотрите и подписывайтесь, ссылочка в описании. Хави, скажите, Дани Алвес присоединится к вашей команде в следующее трансферное окно? Я был бы очень рад видеть его в нашей команде, он бы сильно мог помочь молодым игрокам. Но, к сожалению, Electronic Arts не добавили его в FIFA 22. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи и мы продолжаем карьеру за Барселону FIFA 22. Огромнейшее спасибо вам за поддержку прошлой серии, за ваши лайки и комментарии. Продолжайте в том же духе, ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками. Вы набираете быстрее больше полутора тысяч лайков и я быстрее стараюсь записывать новую серию. Как мы видим, ребята, Хави на пресс-конференции ответил, почему Дани Алвеса не может быть в нашей команде. Его просто нет в FIFA. Говорят, что если он перейдет в Барселону, электроники добавят его зимой. Но, ребята, в нашу карьеру он уже никак не попадет, потому что сейв создан еще до того момента, когда его не было вообще в FIFA, и поэтому добавить его никак не получится. У нас сегодня серия стартует матчем в Лиге Чемпионов. Также давайте посмотрим, что нас сегодня еще будет ждать. Пару матчей в чемпионате, может быть, что-то просимулируем. Не знаю, какими там будут силы. Команд, я имею в виду, в какой форме будет наша команда, потому что, как мы видим, практически через два дня на третий, через три дня на четвертый у нас идут игры. И сентябрь будет таким довольно напряженным. В общем, посмотрим, как будут складываться дела. Вы, ребята, усарывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. И погнали на первую игру групповой стадии Лиги Чемпионов. Это игра против Мюнхенской Баварии, которой мы, кстати говоря, уступили на предсезонном турнире. Так что сейчас будет очень интересно посмотреть, что у нас получится. Вот такие вот стартовые составы. И, ребята, поехали. Мы приехали в гости к Баварии. Отличный перформанс от болельщиков. Это Лам приветствует сегодня команды. Вот такой вот огромный... Таким огромным растянутым баннером. Ну и, как мы видим, болельщиков Баварии сегодня хоть отбавляй. Я думаю, наш сектор болельщиков Барса тоже есть. Да, мы его видим сейчас вот слева в уголке. Они тоже приехали поддержать команду. Но и вы, ребята, я думаю, тоже в комментариях ее поддержите. Это, ребята, первый раунд группового этапа Лиги Чемпионов. И сразу же довольно серьезный соперник нам с вами достается. Бавария очень хорошая, слаженная команда с хорошими исполнителями. И, я думаю, легко нам точно не будет. Также у нас в группе Киевская Динамо и Бенфика. Команды, с которыми мы можем биться и должны выигрывать. И должны стараться выйти в 1-8. Но это футбол. Бывает всякое. Мы будем пробовать. А там уж как получится. Давайте, ребята, начинать с центра поля. Эту встречу начинает Кунагуэра. Поехали. Сейчас постараемся просто хотя бы подержать немножко мяч у себя. Почувствовать эту игру. Потому как, я знаю, Бавария, возможно, сразу, как только получит футбольный снаряд, рванет в атаку. И нам нужно быть готовыми. А сейчас Жорди Альба понесся вперед. Можно попробовать сделать подачу. Подача есть, но до партнеров она не дошла. А это Ансуфати. Передача в центр. Бускец. А что дальше? А дальше все перекрывают. Фрэнки Де Йонг ушел от подката. Жорди Альба. Снова Фрэнки Де Йонг. И можно в центр сыграть. Де Пай. Бускец. Пас на Ансуфати догонит. Нет, к сожалению, здесь Фати немножко не хватило скорости. Ну и как раз нам показывают нашу группу. Я думаю, этот групповой этап будет весьма-весьма интересный. Также в комментариях мне говорят, что покупка стерлинга для Барселоны это нереалистично. Но при этом предлагают купить Асенсио. Купить Рамоса. И вот это, по мнению ребят в комментариях, более реалистично, чем покупка стерлинга. Нам показывают Роберта Ливандовски. Фокус на нем. И Бавария сейчас контролирует мяч. Проходит атака по флангу. Серж Гнабри вырезает на дальнюю. И буквально немножко не хватило Баварии для того, чтобы нанести опасный выстрел по нашим воротам. Френки де Йонг. И снова, снова очень хороший прессинг в исполнении Баварии. Чаще всего, пока за эти 20 минут, мне кажется, с мячом проводил время Жорди Альба. Ну и пока такая, какая-то довольно спокойная игра. Если мы вспомним игру в предсезонном турнире, то там была буквально атака на атаку. И было очень неспокойно. Но сейчас Бавария пока выдерживает темп. Видимо, они тоже в первом матче группового этапа не пытаются как-то нестись, сломя голову. Игр много. И нужно свои силы подрасчитать. Вот сейчас опасно. Кимик, передача. Томас Мюллер пытался, развернувшись, пробить. Но не получилось. И тут же попытка контратаки. Депай вырезает передачу на Дембеле. Оффсайда нет. Дембеле устремляется к воротам соперника. Удар по воротам есть с левой. Но Дембеле не поражает створ. И в итоге момент упущен. Многие продолжают просить о тики-таки. Но, ребята, когда ты играешь матч за 4 минуты. Ну, а точнее у тебя тайм по 4 минуты. Мне кажется, знаете, здесь не до каких-то долгих распасовок. Здесь нужно стремиться идти в атаку. Что делает сейчас Ансу Фати? Несется по флангу. И нужно, ребята, решать. Ансу Фати заскочил в штрафную. Ну же, Фати бьет в ближний. Смутил, мне кажется, этот выстрел Мануэля Нойера. Но он все же смог его отразить. Забрасывает на Фрэнки де Йонга. Тот пытался продавить соперника, но не вышло. И уже атака Баварии. И снова здорово. Хороший отбор. Мемфис Де Пай. Передача. Дембеле. Ну давай, Дембеле. Ты можешь у Савицера выиграть в скорости. Дембеле. Ой-ой-ой. Что творит Дембеле, ребята? Это усадил. Прострел, удар. И мяч в воротах. Это Ансу Фати на 45-й минуте. Выводит Барселону вперед. Но как Дембеле с Абицера качнул на фланге. Тот немного его цепанул за ногу. Но Дембеле устоял. Увидел партнера в центре штрафной. И здесь Фати. Шикарным выстрелом. Поражает ворота Баварии. Это 1-0. Это первый гол Барселоны в Лиге Чемпионов. Это первый гол Ансу Фати. Ну что называется, гол в раздевалку. Посмотрим, дрогнет ли Бавария после пропущенного мяча. Или же наоборот, это их сейчас заведет. Гнабри. Против него сейчас Жорди Альба. И молодец. Выбил все-таки мяч из-под ноги. Не дал Баварии пройти вперед. И нужно пытаться уже самим что-то придумывать в атаке. Дембеле. Еще одна опасная атака Баварии. Это выстрел Томаса Мюллера. Но не попадает он в створ. И как-то Терштеген просто смотрел. Дес на фланге. Здесь также Дембеле. Передача в центр. Куна Гуэра. Попробовать ударить. Гуэра бьет, но попадает в соперника. А вот это очень скрытый тонкий пас. Кингсли Коман. 1-1. Я ожидал передачу направо. Но очень хитро сыграли футболисты Баварии. Коман открылся в центре. Получил передачу. И в итоге у нас ничья 1-1. Вот здесь, смотрите. Все ждали паса направо. Но пас от Мюллера пошел Кингсли Коману в центр. И тот успевает поразить ворота. Еще и между ног Лангле. Мяч залетает в угол. Терштеген никаким образом спасти не сумел. И это ничья 1-1. Но пока вот особо никто Дембеле не помогает. В центре партнеры вообще не открываются. Это Ансу Фати. Фати с мячом. Передача на Дембеле. И нет. Руки не будет. Это Зули пошел вперед. Убрал на ложном движении сейчас. Жорди Альбу. Еще одна передача в центр. И выходи, Терштеген. Здорово. Эрнандесу прокинули мяч. Бавария сейчас идет вперед. У нас готовятся замены. Но пока мяч Поле не покинул. Мы их с вами провести не сможем. Эрнандес. Подача в штрафную. Терштеген. Все спокойно. Вот только сейчас прошли замены. Лерой Сане появился у Баварии. У нас вышел Пуч. А также Педри. Но, ребята, на этом встреча завершилась. Это ничья 1-1. Мне кажется, для выездного матча с Баварией это не так плохо. Результаты некоторых других матчей. Победа МЮ. Победа Аталанты. В общем, все уже идет в самом разгаре. И у нас послематчевое интервью. Матч получился очень напряженным. Какие у вас были впечатления от игры и от вашей команды? Если честно, мне казалось, что голы будут. Но сегодня был бенефис защитников. Тем не менее, результат считаю закономерным. Было бы не справедливо, если бы одна из команд выиграла. Когда клуб Бавария завил во втором тайме, вы надеялись снова выйти вперед? Иногда нужно смотреть на вещи реалистично. Мне кажется, что ничья была закономерным результатом. И я думаю, Бавария думает так же. Сейчас, ребята, у нас игра против Гранады. Они идут на 16-й строчке. Давайте быстренько просимулируем. Посмотрим, как они проведут эту игру. Это ничья 0-0. Вот так вот наша команда не смогла выиграть. Сейчас у нас, ребята, игра против Кадис. Они идут на 13-м месте. Эту мы игру сыграем. Я хочу посмотреть на чуть более лучше, так скажем, на молодых игроков. Сегодня выходит Арауха, Бальде. Сегодня Пуч, Педри выходят с первых минут. Серджи Роберту подменяет у нас Деста. Ну и, ребята, давайте начинать. Это гостевая встреча против Кадиса. Такие матчи тоже нужны с такими соперниками, чтобы как раз здесь и потренировать молодых игроков, поднатаскать их, поднапрячься в наборе их уровня. Потому как возрастные футболисты из нашей основы, они уже начинают потихонечку свой рейтинг опускать. И нужно как раз таки менять их молодой, горячей, свежей кровью. Мы пока, ребята, лидируем. И наш лучшая защита. Но, как мы видим, Кадис на втором месте. Они пропустили всего лишь на один гол больше, чем мы. Хоть и идут на 13-м месте. А это говорит о том, что команда, ребята, играет весьма уверенно около своих ворот. И составы мы с вами уже видели. Так что давайте начинать. Посмотрим сегодня также снова на Бальде. У него немножечко не самый лучший рейтинг сейчас. Я имею в виду по сыгранности. Не часто он выходит. Но вот пытается сразу же на Фрэнки де Йонга забросить мяч. И попытка была весьма неплохой. И снова здорово. Бальде успел опередить соперника. Кунагуэра. Вот Агуэра после предсезонного турнира, ну, вообще не заметен. Я не знаю, что случилось, но этот парень просто растворился на футбольном поле. Здорово. Можно забросить на Ансу Фати. Фати, передача в центр. И был микро-офсайт. Кунагуэра. Передача в Пучу. Ответный пас. Ну же, Агуэра забить. Каркас ворот спасает. Ну вот, невезение Кунагуэра. Ребята налицо. А здесь здорово. Серджи Роберту отбирает мяч. Дембеле. Снова Педри. Кунагуэра переводит направо. Можно забрасывать в центр. Подача есть Дембеле. Как же красиво он пробил, но... Забить не вышло. Кунагуэра. Мяч сохранили. Это Бальде. Рики Пуч. Набирает скорость Пуч. Можно бить. Удар Пуча и Перекладина. Это какое-то просто издевательство, ребята. Опасная атака. Подача в штрафную. Но здесь, ребята, все спокойно. Ансу Фати. Можно отсюда бить в дальний. Ну что ж с ударом у Фати? Я вот не понимаю. Из этой позиции уже в который раз у него мяч сваливается и улетает куда-то ближе к угловому флажку. Еще один заброс на правый фланг. Здесь Бальде. Должен встретить соперника. Ну, пока не позволяет хотя бы сделать передачу. И здорово. Хороший перехват. Ансу Фати. И нужно Дембеле открываться. А Дембеле не пошел. Был вот буквально микро-момент, когда Дембеле пытался сделать рывок, но почему-то дальше решил не бежать. Раз за разом через фланг Бальде идет атака. Но раз за разом этот парень пока не позволяет сопернику создать опасность у наших ворот. И оставили совершенно одного футболиста Кадиса. Здесь было падение, но арбитр молчит. Арауха дал пробить, но на последнем рубеже это Рштеген. Я решил, ребята, выпустить на лево вместо Ансу Фати Филиппа Каутиньо. Дать ему отдохнуть. Все-таки он подустал. У него были моменты, но забить он в первом тайме не сумел. Попробуем что-то придумать уже с Филиппо Каутиньо. Он, в принципе, может сыграть на многих позициях, но в последние годы в Фифе, может быть, как и в жизни, не очень он выглядит. Но вот сейчас передача на Филиппо Каутиньо и офсайт. И сейчас ничья нас точно не устроит. Негредо продавил соперника удар по воротам и Кадис забивает гол. Вот это, ребята, да. 53-я минута. Кадис выходит вперед и забивает команде, которая лидирует в чемпионате. Но вот тут Арауха просто отключается. Негредо прокидывает центр. Алекс Фернандес забивает свой второй гол в шести матчах. И мы, ребята, уже уступаем. Это Педри. Заскочил в штрафную. Педри бьет поворотом и кажется, там пенальти. Назначает арбитр. Но я не совсем понял, за что. Мяч, видимо, в руку попал. Смотрим еще раз. Отбивает голкипер. Ну, очень странное решение. Но, тем не менее, нам нужно постараться забить. Куна Гуэра. Удар по воротам. Мяч в сетке. Это ничья 1-1. Мне кажется, немножко голкипер помог в этом эпизоде нашей команде. Но в наши ворота тоже бывали такие пенальти. Когда не совсем ясно было, за что. Игра сегодня была неплохой. Ну и отметим, ребята. У нас было в первом тайме два каркаса ворот. Так что этот пенальти, это может быть тоже такая некая помощь. И некий фарт. Подача на дальнюю. С ленточки выносят защитники. Еще одна опасная передача в нашу штрафную. Но здесь пришел помочь Фрэнки де Йонг. И ребята, нужно бежать в атаку. Это Куна Гуэра. И Фрэнки де Йонг пошел вперед. Агуэра уходит от подката. В центре есть Рики Пуч. Ответный пас на Агуэра. Удар поворотом. И 2-1. Куна Гуэра делает дубль. Вот так вот, казалось бы, не очень внятная его игра сегодня. Да и в последних матчах. Но в итоге он забивает 2. Ну и здесь здорово. Здорово отыгрались. У нас выйдет Гави. Ну и Агуэра с левой, кстати говоря, очень здорово уложил в дальний угол. Это его третий гол. У нас Рики Пуч покидает поле. Гави. Педри. Отсюда можно бить с левой. Педри. Закручивал очень неплохо. Но голкипер потащил. Очередные замены у нас вышел Жорди Альба вместо Бальде. У нас подача. Куна Гуэра. Попытка удара. Соперник накрывает Филиппо Каутиньо. Отсюда крути в дальний. Ну вот, ребята, Каутиньо в этом всегда был хорош. Это его шикарный гол за Шиворот. Это буквально его второе касание, по-моему, в этом матче. После того, как он вышел на замену. И это, ребята, 3-1. Но скажу я, что счет этой встречи не отражает то, каким была игра. Кадис очень здорово атаковали. Но единственное, мы воспользовались своими моментами. Да, может быть, им повезло в первом тайме. Два каркаса ворот. Но им не повезло, может быть, с пенальти. Я скажу так. Пенальти был неоднозначный. Можно было ставить, можно нет. Но арбитр указал на точку. И после этого немножко, мне кажется, как-то игра подразвалилась. А это Педри набирает скорость. Педри, черпачок в дальний. Это красотища, ребята, от Педри. Вот такие вот молодые ребята есть в нашем составе. И это просто фантастический гол. Я думаю, уже этот гол, ребята, заслуживает вашего лайка. Посмотрите, что творит Педри. Аккуратненько. Неберущийся мяч для голкипера. Зашиворон в дальний угол. И это фантастика. Это 4-1. И вот так вот крупно у нас получается в концовке разобраться с хозяевами этой встречи. Это три очка, это победа. И давайте смотреть, что ждет нас дальше. Вроде как все складывается неплохо. Но у нас всего лишь два очка преимущества над Вильяреалом. Четыре очка над Лавесом. Недалеко с Севилья, Мадридский Реал, Леванте. И как раз таки с Леванте, который находится на шестом месте, мы и встречаемся. Карим Бензима и довольно большое количество игроков забили по четыре гола. У нас в команде по-прежнему нет какого-то ярко выраженного бомбардира. У Агуэра три гола, но это, ребята, так, вы знаете, очень плавающе все. Сейчас у нас домашняя игра. И вот так вот выглядят стартовые составы. Поехали. На этот матч я решил в старте выпустить Арауха вместо Пике. Нужно постараться дать этому парню набрать рейтинг. И также сыгранность с партнерами. Я думаю, из него может получиться весьма неплохой защитник. И, возможно, нам не понадобится даже кого-то покупать. Сейчас довольно большое количество игроков на некоторых позициях, где нужно просто ротировать тех игроков, которые у нас есть, давать им шанс. И, возможно, как раз именно они и будут той основной обоймой, которая нам нужна. Состав, ребята, мы с вами видели. Хорошая солнечная погода. Куна Гуэра находится в центре, разыгрывает мяч. И давайте начинать. Анзу Фати сегодня отдохнул. Он сегодня в старте. В принципе, у нас сегодня все полны сил. А уже в следующей серии, ребята, мы с вами будем играть снова в Лиге Чемпионов. Там будет матч против Бенфики. Будет интересно посмотреть, что получится уже против них. А сейчас Дест набирает скорость. Подача Деста на дальнюю штангу. До Куна Гуэра мяч не дошел. Бускец. И пытался он обострить на Гуэра. Но пока не получилось. А Гуэра вот, кстати говоря, забил. Как-то начал выглядеть поактивней. Может быть, просто немножко, так скажем, подзамерз. Ну а сейчас соперник в атаке. Они уже в нашей штрафной. Дест. Встречает. Здорово. Дембеле. И можно ускоряться. Давай, Дембеле. Скорость есть. Надо нестись. Атака. Три в четыре. Есть партнер в центре поля. Здорово. Куна Гуэра не успевает пробить. Это Куна Гуэра. И здорово. Увидел Фати на фланге. Можно сыграть в центре. А вот здесь не открылся его партнер. И тут же попытка контратаки. Леванте через правый фланг. Фрэнки Де Йонг подстраховывает здесь Жорди Альбу. Передача в центр. Арауха. И здесь повезло, что это был пас. Они удар сходу. Дембеле снова отлично. Ну же. Куна Гуэра. Педри. 1-0. Нет. Он не попадает. Я уже обрадовался, что мяч залетел в сетку. А он пролетел буквально в считанных сантиметрах от ворот. И снова Агуэра. Передача. Здорово. Фрэнки Де Йонг. Агуэра. Удар по воротам. Гол. Ну вот он, ребята. Вот он тот нападающий, который нам был нужен от Агуэра. И сегодня он забивает уже третий гол в чемпионате. Он сравнивается с Каримом Бензима и другими игроками, которые в чемпионате забили уже 4 гола. Ну и здесь его отпустили. И очередной заброс. И очередные хорошие действия в исполнении Жорди Альбы. Он пока поспевает. Пока усталости нет. Все здорово. Момент. Ух ты. Вот это спасение от Терштегина. Подача в штрафную. Снова Жорди Альба. Играет просто на вынос. Перевод мяча налево. Жорди Альба. Можно подавать на дальнюю. Фати. Не добрался. До этого мяча. И у нас перерыв. Леванты очень неплохо пытаются действовать именно на быстрых контратаках. На забросах за спину. Пару раз у них это почти получилось. Но очень здорово действовал Жорди Альба. Опасный розыгрыш. И в очередной раз Терштегин спасает. Ну а сейчас снова Леванты в атаке. Арауха. Молодцом. Ну и контратака пошла. Контратака. Дембеле просто несется вперед. Дембеле. Качнул соперника. Удар Дембеле. Вот так вот, ребята. Дембеле снова забивает. На микродвижениях убрал последнего защитника. И поразил дальний угол. Просто чуть-чуть повозил в ногах мяч. Этого было достаточно. Ну а после хорошо с левой закрутил в дальний. Галкипер потащить не сумел. И это, ребята, 2-0. А это здорово. Это Педри. Перекладина. Добивание. Мяч в воротах. И Бускет забивает. Неожиданно, ребята. Неожиданно. Все думали, что там было положение вне игры. По всей видимости, у Бускетца. Но нет. Правый защитник застрял. Ближе к воротам. И здесь Бускетц просто переигрывает соперника. И посылает головой мяч уже в пустые ворота. Это 3-0. Ну вот стоит забить 1-2. И такие команды начинают просто, ребята, разваливаться. У нас готовится тройная замена. Выйдет Пуч. Выйдет Гави. А также, ребята, выйдет Мэмфис Депай. А вот и ответ Леванты. Но удар точным не получился. Куна Гуэра, Бускетца и Де Йонг. Поле покинули. Но он несется сейчас в атаку. Подача на Дембеле. Дембеле пытается развернуться. Пробить, ребята. Что творит Дембеле? Что творит Дембеле? Это 4-0. Ну вот иногда странно играет наша команда. В каких-то моментах не получается сделать какие-то элементарные вещи. А в каких-то моментах, посмотрите, как Дембеле останавливает мяч. Там как-то пытался ложный замах провернуть. И в итоге снова с левой в дальний. И уже никаких шансов у Леванты отразить эту атаку просто не было. Четвертый гол Дембеле. Выстрел еще один с левой. Но здесь голкипер потащил. Не дал нам арбитр довести эту атаку. Но, тем не менее, это победа 4-0, ребята. Крупная, уверенная домашняя победа над Леванты. Мы продолжаем лидировать в чемпионате. Ну а уже в следующей серии отправимся на второй тур Лиги Чемпионов. Поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok